Сейчас я хочу передать слово его превосходительству, господину Сушма Свараджу, министру иностранных дел Индии. Уважаемые главы государств и правительств, господин председатель, Уважаемые послы, дамы и господа, В этом году Организация Объединенных Наций исполняется 70 лет, поэтому данная сессия Генеральной Ассамблеи является исторической. Надеюсь, что этот год будет также историческим для Организации Объединенных Наций с точки зрения результатов. Хочу заверить вас в том, что Индия будет всемирным образом поддерживать вас в вашей работе. Господин председатель, 70 лет назад были заложены основы Организации Объединенных Наций на западном побережье этой страны путем подписания устава Сан-Франциско. Индия в тот момент времени не была независимой страной. Мы получили независимость два года спустя, когда учреждалась ООН. Маленький человек с мощным инструментом отказа от насилия подготавливал конечный акт в борьбе, который станет символом надежды для колонизованного, угнетенного народа повсюду. Я признателен за то, что ООН объявила тот день, когда был рожден этот удивительный человек, днем международного отказа от насилия. По счастливой случайности мы будем отмечать его день рождения завтра. Гандзи сказал, цитирую, «Разница между тем, что мы делаем, и тем, что мы способны сделать, была бы достаточной, чтобы решить большинство проблем мира». Эти слова полностью актуальны в контексте работы ООН. Господин председатель, в жизни любого человека 70-летний юбилей – это важная веха. Можно оглянуться назад, чтобы понять, что было достигнуто, а что потеряно. Аналогичным образом, для людей, связанных с этой организацией, 70-летие становится возможностью оценить, смогла ли организация выполнить задачи, ради которых она была создана, и смогла ли она достичь цели, ради которых она была учреждена. Сегодня нам нужно задать себе вопрос, смогли ли мы выполнить цели и задачи, ради которых была учреждена ООН 70 лет назад. Когда я задаю себе этот вопрос, я получаю положительный ответ на некоторые из аспектов и отрицательный для других. Например, ООН смогла успешно предотвратить Третью мировую войну. Она содействовала деколонизации и уничтожению апартеида, боролась с глобальными впедениями, сокращала объемы глобального голода, поощряла демократию и права человека. Вместе с тем, когда мы задаем себе вопрос, смогли ли мы предупредить конфликты, имеющие место в ряде регионов мира, ответ – нет. Если мы зададим себе вопрос, сможем ли мы изыскать постоянное решение этим конфликтам, ответ опять же отрицательный. Если мы зададим вопрос, смогли ли мы продемонстрировать путь мира, миру, путь отказа от насилия, ответ опять отрицательный. По всем этим параметрам ООН кажется недостаточно эффективной организацией в области поддержания международного мира и безопасности. Она не смогла эффективно урегулировать новые вызовы международному миру и безопасности. Сегодня мир страдает от войны на трех континентах, и Совет Безопасности не смог или не захотел остановить поток крови. Традиционные решения, которые лишь укрепляют силу и основаны на силе, доказали то, что они лишь усугубляют проблемы. Необходимо задаться вопросом, имеется ли у нас политическая воля для поиска альтернатив конфликтам и для решимых действий и приверженности. Нигде эта цель столь не важна, как в операциях по поддержанию мира. Под голубым флагом мужчины и женщины постоянно работают над предупреждением конфликтов, защитой гражданских лиц и поддержанием мирных процессов. 180 тысяч миротворцев из Индии развернуты по всему миру. И Индия сегодня крупнейший поставщик Международных сил безопасности в ООН. Даже сегодня 8 тысяч индийских военных и полицейских военнослужащих принимают участие в 10 миссиях. Они работают в чрезвычайно трудных условиях. Индия по-прежнему привержена поддержке ОПМ ООН и готова расширять свой вклад, о чем заявил наш премьер-министр на саммите лидеров по миротворческим операциям. Наш новый вклад охватит все аспекты миротворчества, контингента, посредники и подготовка. В то же самое время необходимо, чтобы не размывались основные принципы миротворческой деятельности, вызывает беспокойство то, что страны-поставщики контингентов не играют никакой роли при формулировании мандатов, а зачастую поправки вносятся без консультаций с нами. Это явное нарушение статьи 44 Устава ООН. Господин председатель, кроме того, мы считаем, что операции по поддержанию мира не могут заменить политические решения. Об этом также заявила группа Хорта. Сейчас, когда мы празднуем 70-летие Организации Объединенных Наций, я, пользуясь возможностью, воздаю должное более 3 300 миротворцам, включая 161 из Индии, которые пошли на важнейшую жертву. Мы готовы внести свой вклад в сооружение мемориальной стены, посвященной миротворцам, которая была утверждена на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи. Безопасность наших миротворцев, безопасность наших наций и будущее всего международного сообщества зависит от того, каким образом мы будем реагировать на величайшую угрозу сегодняшнего дня – терроризм. Это угроза, с которой Индия живет уже более четверти века. И, к сожалению, этот город столкнулся с этой трагедией осенью 2001 года. С тех пор распространяются теракты, поднимают голову экстремистская идеология и царит безнаказанность государств, которые поддерживают терроризм. Победить международный терроризм можно лишь благодаря организованным международным действиям. Мир продемонстрировал то, что он придерживается политике абсолютной нетерпимости в отношении террористов, которые убивают или калечат мирных граждан. Их действия основаны на принципе преследования и экстрадиции. Страны, которые предоставляют финансирование терроризмом и убежища для их подготовки вооружения и операций, должны быть привлечены к ответственности международным сообществам. Равно важно то, что международный правовой режим в соответствии с всеобъемлющей конвенцией по международному терроризму более не может поддерживаться. 19 лет назад, в 1996 году, Индия внесла это предложение в Организации Объединенных Наций, но мы не смогли принять его и запутались в вопросе определений. Нужно понять то, что нет различия между хорошими и плохими террористами. Те, кто совершает преступления против человечности, не могут иметь религии. Поэтому я призываю вас всех по случаю 70-й годовщины ООН взять на себя единодушное обязательство принять всеобъемлющую конвенцию по международному терроризму. Продолжая тему борьбы с терроризмом, пользуясь возможностью, хочу рассказать о том, каким образом мы относимся к нашим связям с Пакистаном. Никто из нас не может признать то, что терроризм – это легитимный инструмент государственной политики. Мир разделял наше негодование в 2008 году во время терактов в Мумбаи. в результате которых погибли граждане многих наций. А те, кто виновны в этом преступлении, свободно ходят, вопреки желанию всего международного сообщества. не только не были выполнены бывшие заверения и гарантии в этом отношении, но были созданы новые трансграничные теракты, которые были пойманы лишь два террориста. Все мы знаем, что эти теракты призваны дестабилизировать Индию и легитимизировать незаконную оккупацию Пакистаном, части индийского штата Джаму и Кашмир. Позвольте четко изложить наш подход. Господин председатель, Индия остается открытой диалогу. Однако переговоры и террор не могут идти рука об руку. Вчера премьер-министр Пакистана предложил то, что он назвал четырехаспектной новой мирной инициативой. Хочу отреагировать. Нам не нужно четырех аспектов. Нам нужен лишь один. Откажитесь от терроризма. Давайте сядем за стол переговоров. С этим всегда возникают проблемы. Также хочу заявить, что именно это обсуждалось двумя премьер-министрами в Уфе в июле этого года. Давайте говорить на уровне экспертов по безопасности. Обсудим все вопросы, связанные с терроризмом, на заседаниям наших генеральных директоров военных операций для урегулирования ситуации. Если ответ будет серьезным и будет заслушивать доверие, Индия готова урегулировать все нерешенные вопросы в рамках двустороннего диалога. при борьбе с угрозой терроризма необходимо признавать то, что важнейшей целью остается реальный социально-экономический прогресс. избавление человечества от основных нужд необходимо во всех обществах. Несколько дней назад мы приняли новую повестку в области развития, в основе которой лежат цели устойчивого развития. Это программа развития, которая более всеобъемлющая и целостна, чем цель развития тысячелетия. Вместе с тем, их успешное выполнение потребует политической решимости и готовности обмениваться как технологиями, так и финансовыми ресурсами. И при этом потребуется повышение эффективности наших механизмов по осуществлению. Я, как женщина и избранный член парламента, глубоко убеждена в том, что имеется краткий путь к реальным социальным переменам. Расширение прав и возможностей девочек. Политика нашего правительства Бетти Бачао, Бетти Падао образование девочек была разработана именно с этой целью. Наше будущее зависит от того, сможем ли мы создать устойчивую планету для наших детей и внуков. Сейчас, когда мы готовимся к климатической конференции, которая состоится в Париже, мир ожидает от нас выполнения заключения амбициозного, заслуживающего доверия соглашения по изменению климата. Мы должны действовать сообща, но при этом необходимо помнить о историческом вкладе некоторых и дифференцированной ответственности других. Если бы сегодня с нами был Махат Маганди, он бы спросил, использовали ли мы ресурсы планеты для своей нужды или из жадности. Также, если бы мы адаптировали свой образ жизни и сократили чрезмерное потребление, это помогло бы нам исправить курс. По этой причине климатическое соглашение в Париже должно быть всеобъемлющим и равномерным, чтобы привести нас к конкретному результату. Развивающиеся страны могут внести больший вклад, если им будут предоставлены финансовые средства, технология и потенциал от развитых стран. Индия всегда была надежным партнером в глобальных усилиях по достижению этой цели. Мы сыграем важную роль в достижении содержательного эффективного соглашения в Париже. Уважение Индии к окружающей среде было основано на наших традициях. Мы рассматривали природу как священную. Здоровье нашей планеты связано с нашим благополучием. И в рамках этого целостного подхода мы учредили первый международный День Йоги, который был отпразднован в 192 государствах и даже в этой организации. Я благодарю международное сообщество за их энтузиазм и поддержку. Надеюсь, что семена, которые были посажены, вырастут в крепкое удивительное дерево. Также благодарю государство за их оперативные действия по борьбе с глобальной угрозой эпидемии. объединив свои усилия, мы смогли уничтожить корь и практически полностью полиомилет. ВИЧ, СПИД, находятся под контролем. И совсем недавно мы справились с Эболой, хотя и была заплачена неприемлемо высокая цена в виде человеческих жизней. Кризис Эболы это важный пример того, каким образом национальные действия и международная поддержка способны урегулировать глобальный кризис. Мы гордимся тем, что Индия сыграла должную роль в этих усилиях. Но нам необходимо вдохновляться своими успехами и удваивать наши усилия для ликвидации других угроз здоровью, будь то туберкулез или малярия. Чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, стихийные бедствия и техногенные конфликты также заслуживают скоординированного ответа. Недавние месяцы международное сообщество не добилось успеха при урегулировании кризиса беженцев, вызванного конфликтами в Сирии, Ираке и Ливии. Оперативная реакция при поддержке политической воли необходима сегодня. Наш ответ в соседних странах при реагировании на гуманитарные кризисы всегда был оперативным, быстрым и целостным, будь то Непал или Йемен. Индия всегда возникала в качестве поставщика услуг в области безопасности, оказывала содействие не только гражданам, но и тем, чьи страны обратились за помощью. Индия проведет первую азиатскую министерскую конференцию по снижению риска стихийных бедствий в ноябре 2016 года в Синдайе. Господин председатель, как и ООН, Индия проделала длинный путь за последние 70 лет. 1,25 миллиарда моих сограждан могут подтвердить то, что мы всегда придерживались демократических традиций, но всегда имеется необходимость изменений, которые смогут вдохнуть новую жизнь в нацию и поднять ее дух. С момента вступления в должность нового премьер-министра МАДИ полтора года назад мы обязались обеспечить это возрождение, которое позволило Индии сыграть свою важную роль в международных отношениях и позволило стране стать самой быстро растущей экономикой в мире. Движущая сил всеобъемлющего возрождения основана на дивизии САПКОСА от САПКОВИКАС благополучия наших граждан. В то же самое время мы начали работу со своими партнерами в международном сообществе. Наши усилия сосредоточены в первую очередь на ближайшее окружение и результаты были поистине преобразующими. Мы обратились к соседним странам, возродили древние связи и соорудили новые современные экономические партнерства, в том числе на саммите с участием 14 Тихоокеанских островных государств. Политика Экт-Ист заменила раннюю политику Лук-Ист в рамках более активного и инициативного участия в экономически бурно развивающемся регионе. Это дополняет нашу работу в рамках программы Линк-Уэст. Надеемся, мы также привержены миротворческому процессу на Ближнем Востоке, который позволяет предупредить радикализацию региона. Мы обеспечили качественное улучшение наших отношений с крупнейшими державами. Африка это регион, с которым у нас исторические связи, солидарность, рожденная из общей борьбы с колониализмом и из веры в будущее общего процветания. Позднее в этом месяце мы проведем третий индийско-африканский форум. Впервые приглашены лидеры 54 государств континента. Будучи ядерным государством, Индия осознает свою ответственность и поддерживает глобальное, недискриминационное, подлежащее проверке ядерное разоружение. Господин председатель, правила, которые действуют в отношении государств, действуют и в отношении организаций. Организация будет отвечать поставленным целям лишь благодаря периодическим пересмотрам в мире, в котором продолжают доминировать богатые и влиятельные нации. Понятие суверенного равенства в ООН позволило развивающимся миру задать вопрос о царящей несправедливости. Но это не привело к основополагающим переменам и система остается неравной. Если мы хотим сохранить центральную легитимную роль ООН в качестве поборника глобального мира, безопасности и развития, необходимо безотлагательно провести реформу Совета Безопасности. Это насущная необходимость. Совет Безопасности 2015 по-прежнему отражает геополитические реалии 1945 года. Как так получилось, что в Совете Безопасности до сих пор не предоставлено место постоянного члена государству из Африки или Латинской Америки? Мы должны включить больше развивающихся наций в структуру принятия решения Совета Безопасности. Нам необходимо изменить то, каким образом мы работаем, отказавшись от устаревших и нетранспарентных методов работы. Это повысит легитимность и представленность в Совете, укрепит доверие к нему и оснастит его необходимыми условиями для реагирования на реалии сегодняшнего дня. Мы рады тому, что за последний год под руководством господина Сэма Кутеса и господина Кортнира Трай мы смогли многого добиться. В том числе было принято решение на основе консенсуса Генеральной Ассамблеи 69-560. Это первый но очень важный шаг. И он должен стать трамплином для этой исторической 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Господин председатель, для такой организации, как ОООН 70 лет имеют уникальное значение. Это возможность активизировать работу и обновиться. Я прошу всех вас поразмыслить, представить себе ООН в качестве дерева баньян. в восточной традиции дерево баньян. Это дерево, которое символизирует мудрость, однако оно приемлет всех. У него один ствол, но очень много растущих вверх, связанных друг с другом, ветвей, которые стремятся к небу. Эта богатая крона служит тенью и облегчением. Поэтому необходимо, чтобы ООН всегда была местом обсуждения и премии. В отличие от мужчин и женщин, которые посеяли, посадили семя, дерево баньян еще молодое, в 70 лет. но без постоянного обновления и расширения оно может умереть. И такая же участь может ожидать и ООН. Перед нами открылась историческая возможность обеспечить возрождение, обновление этой важнейшей организации. Или мы можем обречь ее на неактуальность и трагическую гибель. Мы можем с легкостью потеряться в лабиринте, который мы создали. Если мы воспользуемся этой возможностью, мы увидим ООН, которая реализует свой полный потенциал, ООН, которая сократит эту разницу между тем, что она делает и тем, что она способна сделать. Она превратится в мощное дерево баньян, которое укроет все человечество. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю. Министра и наступила